всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука сегодня 17 апреля сейчас я вышла обходить свои владения ежедневный обзор и вот подошла к этому цветочку когда я показала многие начали спрашивать как он называется я сама не знаю хочу попросить помощь у зрителей мне его привезли с грунтом с почвой случайно вырос я его даже нигде не покупала не высаживала не знала название кто-то написал что называется пролезка может быть кто-то знает точное название этого цветка люди заинтересовались я тоже хочу узнать как его зовут очень красивый ранний ранний весенний цветок у нас на 17 апреля стоит прекрасная солнечная погода сегодня плюс 16 плюс 17 будет вот об от 15 до 17 ночи правда еще холодные вот стою я 8 утра плюс 5 ночью опускалась до плюс 2 градусов и самое интересное прям в первую очередь сейчас зайду в ту теплицу холодную которую вчера я закрыла и она у меня совершенно без подогрева без какого-либо сейчас посмотрю там температуру и пройдусь все остальные сегодня же сниму видео когда же высаживать нам в тоннели холодно ведь я расскажу как я высчитывала каждый год дату высадки в тоннели вообще погода радует у нас завтра послезавтра будет 17 19 и через три дня на пасху воскресенье еще 22 23 градуса тепла будет у нас и ночные плюс 12 представьте это чудо какое-то просто рай слышите как птички поют мои у меня полный дом под крышей полный дом заселен птицами вот этими воробьями они сейчас у них начнут из яиц вылупляться вот эти птенчики тут будет такой гомон вообще может быть поэтому у меня в огороде почти нет вредителей видите они уже ходят шушарят ищут что там можно съесть и вот все какие вредные насекомые они все их поедают соседство с птицами я уже поняла что это очень приносит большой плюс огороднику ну пойдем потеплиться несмотря на такой пустынный пейзаж вроде бы пусто сразу видно что сезон я открыла что жизнь тут у меня кипит не успеваю иногда даже убрать за собой вчера вот когда высаживала видите все тут у меня побросала убежала но сегодня все здесь разберусь так как эта теплица уже готова теперь здесь порядок на виду и будем помаленьку готовиться к высадке в открытый грунт только зайдя в холодную теплицу еще даже не зайдя только открыв дверь сразу здесь опахнула таким тепленьким видно что здесь что-то живое смотрите даже по пленкам вот которая так запотела видно что там у нас живо живые существа надышали напыхтели за ночь сейчас буду открывать вот я приоткрыла но стоят как стойки оловянные солдатики у них тут даже тепло посмотрела я вот градусник представьте 12 градусов я тут точно не вижу без очков но 10 нет больше 10 11 12 градусов пусть будем считать что 12 или 11 неважно это при кому это если интересно у кого не отапливаемая холодная теплица при плюс 2 на улице вот под укрытием не тканки и полиэтилена внутри они сохранили надышали температуру 12 градусов причем посмотрела специально в 8 утра потому что у нас 7 утра самая низкая температура она понижалась 12 ночи постепенно 4 3 градуса и к 7 утра опустилась до 2 градусов а 7 утра опять идет на повышение опять 3 4 и днем будет очень тепло я их сейчас открою они все просохнут немного в конденсате видите капельки но это обычное явление потому что скачет температура дневная ночная плюс-минус большой переночевали прекрасно и следующие все дни у нас прогноз оптимистически я говорила что очень большие плюсы днем за день будет грунт в теплице прогреваться хорошо и если вовремя их прихлопнуть то тепло сохраняется на всю ночь идем дальше к элите которая в той теплицы которая уже цветет короче самые самые для супер раннего урожая которые сегодня изменила график обзора всегда начиналась этой теплицы но сегодня захотелось именно в первую очередь посмотреть ту новобранцев эти сторожила я уже в них уверена сейчас немножко я их приоткрою и посмотрю температуру тоже ну вот сняла я с них пеленки даже смешно такие взрослые томаты уже цветут и все еще приходится их в пеленках держать тут я посмотрела 18 градусов тут конечно у них более комфортные условия именно поэтому я уже подросшую вот эту рассаду вот еще контейнер уберу переношу в холодную теплицу чтобы она сильно не перерастала я уже объясняла почему я им тут создаю более такие условия ой смотрите как настенька растолстела это вообще и еще меня поражает прям убивает внешний вид этого чудо лентяя который должен быть маленький компактной скороспелка вы смотрите что он это вот такой какой-то бамбук растет огромный с толстым стволом ну короче опять скорее всего пересорт опять мне какого-то подкидыша из магазинных семян высевала даже вот эти вот смотрите те которые крупноплодные у меня высокорослые вот в таком виде сейчас и посмотрите на чудо лентяя который должен быть маленький малыш такой увешан маленькими помидорками нет ну это не чудо лентяя это точно вот почему я создаю такие комфортные условия я же говорю это элита все конечно потому что они у меня именно для супер раннего урожая если там вторая теплица где вот сейчас у них сколько я смотрела 11 12 градусов там намного прохладнее и конечно скорее всего они будут там медленнее может быть расти здесь вот здесь самые комфортные условия у них почему потому что они цветут потому что у них сейчас уже будет вот эта фаза активного цветения и образование вот завязи вот этой я не хочу им создать такие условия некомфортные при которых сейчас опять говорили про эти промахровые цветочки если будет им очень холодно во время вот бутонизации цветения могут появиться вот эти махровые цветы из которых потом будут уродливые помидорки и вот эту теплицу вот в то время когда температура ночью понижается я прям включаю у меня же из дома я дома включаю эту вилку я прям включаю на 2 часа и их подогреваю и вот эта температура 18 градусов это у меня искусственно созданное я включала вот эти инфракрасные обогреватели поэтому такая разница во второй теплице которая как холодная у меня сейчас выращиваю 12 здесь 18 это искусственное тепло это тепло только за тем чтобы побыстрее они здесь цвели чтобы они побыстрее здесь дали плоды ну короче для получения раннего урожая если встанет выбор например из всех моих томатов какие подогревать я подогревать буду эти они для раннего урожая а те уже успеют когда они зацветут и когда они начнут плодоносить мне уже не очень важно я уже наем с этими томатами поэтому у меня всегда вот эти приоритеты я разделяю в первую очередь те которые для раннего урожая вторые которые только под укрытием они у меня на 2 как чуть подальше и те которые молодые вот там в третьей теплице уж не буду показывать чтоб не удлинять там вообще они у меня стоят в холоде почему потому что там большинство их для открытого грунта и их еще не скоро выносить они еще догонят они еще успеют все сделать ну вот хорошая солнечная погода сетку у тебя сдуло не недостаточно прикрепила сегодня будем сетку натягивать потому что вот в такую погоду как ждет нас через два-три дня 19 20 22 градуса тут будет жара страшнейшая и вот в эту погоду у меня уже будут двери скорее всего открыты и нужна притеняющая сеточка все это 17 апреля это обзор сегодня сниму видео про тоннели и сниму видео на тему много вопросов сейчас утром было в комментариях как высаживать переросшую рассаду в этом году у многих возможно рассада перерастет у кого-то закрыт доступ в сады не могут ехать все закрыто и сегодня я буду снимать примусь за огурцы сегодня буду замачивать очень обидно не смогла из-за вот сложившейся ситуации не смогла доехать в магазин садовый чтобы купить семена огурцов потому что нам всем говорили сидите дома сидите дома избегайте заражения статистику послушала я же редко новости слушаю оказывается весь месяц у нас был город так закрытом режиме что предприятия были закрыты никуда люди не ездили в садике внука не водили в школы не работали короче все жизнь в городе затихла и при всем при этом весь этот месяц когда люди сидели не работали потеряли свои деньги зарплаты не было ни одного случая вообще у нас в городе вот этого коронавируса ни одного один появился вот несколько дней назад приехал из москвы к нам из москвы все и хорошее плохое привозят вот он приехал из москвы тут побыл а потом уехал в новосибирск и сейчас не знаю город чистый или нет но представьте весь месяц был город чистый без единого случая заболевания но мы все сидели дома я даже как законопослушный человек даже не поехала в садовый магазин семена огурцов чтобы купить и сегодня буду замачивать то что есть там несколько пачек подарили что осталось прошлого года короче я все равно никуда не поехала будем до конца вот пока не снимут с нас карантин будем до конца выполнять распоряжение я хорошо просидела я целый месяц не выходила никуда за пределы ворота своих просидела в теплице у меня так и так самоизоляция но просто обидно что семян хотела посмотреть может какие-то новинки все до свидания у нас нет коронавируса но мы продолжаем сидеть на изоляции в огороде у нас будет очень хорошая погода следующую неделю будем стараться делать какие-то в огороде добрые дела посадки все